Вторую игру тоже мы проиграли. Ну, ладно, на выезде, в тростянце, там пенальти тоже поставили, 1-0 мы проиграли. Ну, тогда мы проделали большой путь, тысячу километров, ну, тоже не менее обидно, тысячу километров ехали, тоже во втором тайме, в середине, точку поставили. У нас реальные моменты были, забить не удалось, тоже 1-0 проиграли. Ну, что мог, пожелать нашим ребятам такие точки зарабатывать. То есть мы имели преимущество, но мы такую точку не заработали. У них там особо и преимущества не было. Ну, правда, во втором тайме было пару неплохих моментов, но и у нас, вы же видели, я не говорю после гола, там гранчер вышел, 1-1 не попал немножко, да, да, да. Ну, были моменты у нас такие реальные голевые, ну, где-то игра была равная, то есть ничья там шла, ну, как говорится, судьба в виде судьи помогает всегда более сильным, более смелым и более тем, которые этого заслуживают. Ну, наверное, они сегодня больше заслуживали победить, чем мы. У меня просто атмосфера немножко уже насторожила перед началом игры, что вот, вот мы должны их обыграть, взять реванш и так далее. Да у них хорошая команда, они без боя никому не проиграли. И в отличие от нас, которым мы обыграли «Кристалл» в прошлом туре, у них 6 поражений подряд. И они вышли, я думаю, что, ну, супер мотивированы, и на нас они бросили все, силы, средства, ну, короче, все бросили на нас, я так понимаю. Ну, первый тайм где-то нас убаюков, потому что в первом тайме мы выглядели, ну, если не на голову, на полголовы сильнее. В втором тайме они прибавили, заметно прибавили. Ну, это даже было в нашу пользу, они пошли вперед, они раскрывались. И можно было, мы поставили быстрых игроков, можно было поймать их на контратаке. Ну, ненужный фолл, конечно, спутал нам планы на игру, пришлось идти вперед, открываться. Ну, при всем при том могли сравнять. Ну, это жизнь, это футбол, это надо пережить тоже, сделать выводы из тех ошибок, которые мы делаем. Ну, и двигаться дальше, будем двигаться, будем двигаться дальше. Уже начался второй круг, начался второй сезон, вернее, второй круг следующего сезона, и мы уже где-то думаем о весне, о следующих играх. Ну, у нас еще впереди четыре игры. В этих четырех играх везде можно брать очки, и в Николаеве нам ничего не мешает брать очки. Хотя там очень сильная команда, они претендуют на первую лигу. Ну, опять же, это футбол, все будет зависеть от того, как мы будем играть. Ну, и дома в Словчанском, после Николаева мы играем, если я не ошибаюсь, 13-го, да, Словчанского, на правах рекламы тоже. Приглашаем зрителя, если у них еще есть желание. Может, тогда эта зона как-то утихнет красная. Ну, сейчас уже все привитые, все с ПЦРами, и, в принципе, вообще все уже поняли важность этих моментов, и с этим вообще нет проблем. У болельщиков, насколько мы поняли, они же приходят, все это нам показывают. Ну, и последняя игра у нас дома с Балканами, тоже Дерби, тоже будет интересно. Ну, и выезд в Никополь у нас остались. Поэтому, есть еще где брать очки, есть где посражаться. И, ну, будем сейчас работать.